Сюжетом картины стала трагическая история фрегата «Медуза», отправившегося в составе экспедиции в Сенегал летом 1816 года и севшего на мелю берегов Западной Африки. 150 пассажиров и членов экипажа высадились на плот и несколько шлюпок, которые заняли губернатор Сенегала, капитан корабля и другие привилегированные лица. Шлюпки должны были взять плот на буксир, но вскоре его покинули, и в течение 12 дней почти неуправляемый плот носился в открытом море. Лишь на 13-й день обезумевшие от отчаяния и голода люди были подобраны случайно проходившим мимо судном. К этому времени на плоту оставалось всего 15 человек, из которых пятеро вскоре погибли. Врач «Медуза» Савиньи и инженер Карриар, бывшие среди выживших пассажиров плота, описали этот страшный мартиролог в книге, опубликованной осенью 1817 года, вскоре после возвращения Жирико из Италии. Она чрезвычайно взволновала общественное мнение описанием и самой трагедии, и неприглядных фактов, ставших ее причинами, и послужила поводом для политических выступлений оппозиции. «Медузой» командовал неумелый капитан, назначенный по протекции правительством. Судно не было достаточно подготовлено для такого плавания, шлюпки бросили плот в открытом море. Жирико потрясли в этом трагическом, хотя и частном событии современной жизни, не только страдания многих людей. В его картине случившееся приобрело более широкий смысл, символическое выражение судьбы многих французов и Франции в целом после краха Наполеоновской империи. Именно поэтому художник посвятил столь волнующей теме огромное монументальное полотно, 35 квадратных метров, соразмерное не столько драматизму конкретного факта, сколько его обобщающему историческому значению. Тщательность, с которой Жирико собирал материал для своей картины, поистине беспрецедентна. Он прочел книгу «Корриары и Савиньи» и познакомился с уцелевшими пассажирами плота они позировали ему для картины. Он заказал плотнику «Медузы» модель плота, копию того, который был сделан для пассажиров корабля. Он писал в «Гаврии Этюды моря». И, наконец, стремясь проникнуться непосредственным ощущением этой трагедии, он писал умирающих, трупы и даже части тел расчлененных и госпиталя. Впрочем, в своей картине он не использовал эти беспощадные в своей жестокой правдивости Этюды. Не патология страдания и умирания, а мужественная борьба со стихией и победа человеческой воли стали подлинным содержанием его произведения. Картина Жирико не является только иллюстрацией этого события, она говорит о страданиях человека, о его героической борьбе со стихией. Перед нами плот, несущийся по разбушевавшемуся морю. В сильном порывистом движении изображена и группа людей, находящихся на плоту. Здесь все дано в движении, даже мертвые тела, кажется, сейчас соскользнут с плота и их поглотит море. Порывистые движения создают ощущение беспокойства. Художник передал не только чисто внешние движения, он и внутренне его осмыслил. Представлена целая гамма человеческих переживаний, от полной апатии и безнадежности старика, поддерживающего сына, до полного надежды, может быть, даже ликующего жеста юноши, стоящего на краю плота и увидевшего спасательное судно. Это дает оптимистическое, героическое звучание композиции. Жирико не пошел вслед за рассказами очевидцев и не изобразил это событие во всей его натуралистической обнаженности. Он не стал показывать, как изголодавшиеся люди, охваченные отчаянием, вооружились друг против друга. Наоборот, верив человека, в его лучшие чувства, он внес геройку в этот эпизод. И передав со всей правдой страдания в лицах и жестах, он не представил изможденных тел. Прекрасно в своем пластическом совершенстве фигура юноши на первом плане, упавшего ниц. Это несомненно условность, но условность, которая придает величие этой сцене. Выставленная в 1819 году в салоне, картина из цензурных соображений была названа сцена кораблекрушения, однако сюжет был ясен всем и именно он определил оказанный ей прием. Плод «Медузы» воспринимали главным образом как завуалированную критику существующего режима. Картина вызвала политический скандал. Ее художественные качества оценили лишь немногие, в том числе молодой Дилакруа, который позировал для фигуры лежащего ничком юношей и был потрясен, увидев законченную композицию. Большинство критиков порицали ее за трагизм, за преувеличение, за мертвенность колорита. Конечно, картина не могла остаться незамеченной, но она не имела того успеха, которого ожидал жирику. Правда, художник получил за нее медаль, но не было и речи о ее покупке государством. Сюжет картины Главными в работе жирико были поиски сюжетной ситуации и композиции. О них мы можем судить по многочисленным эскизам. В конце концов, художник изобразил момент, когда уже потерявшие надежду люди на плоту увидели на горизонте судно Аргус, которое могло принести им спасение. Момент в психологическом и эмоциональном отношении наиболее захватывающий, в нем раскрывается сложная гамма чувств, от отчаяния и бессилия к пробуждению надежды и активности. Композиция картины Жирико создал композицию из четырех групп персонажей, отказавшись от классических построений с использованием параллельных линий, он сформировал энергичную диагональ. От тел погибших, фриз смерти из шести поверженных гигантов, и отца склонившегося над сыном, взгляд зрителя направляется к четырем фигурам у мачты. Динамичный контраст их сдержанности составляют люди, пытающиеся подняться, и группа подающих сигналы в сторону корабля. В окончательном варианте композиция строится по стремительной диагонали от неподвижного, застывшего в своем горе человека рядом с телом умершего юноши в нижнем левом углу к фигуре стоящего на бочке негра, подающего белым платком сигнал еще далекому бригу. И в этом же направлении нарастает эмоциональное напряжение от безысходности и отчаяния к надежде и уверенности в спасении. Обнаженные мертвецы на первом плане, обращение к традиционным для европейского искусства темам «Танец смерти» и «Триумф смерти», нагота мертвого человека трактуется как отсутствие всех благ и противопоставляется наготе естественной, божественной и преступной. Смерть еще страшней, когда ее никто не замечает, когда никто не оплакивает мертвецов. Тело людей, проведших две недели почти без пищи и воды, должны были бы быть более изможденными, однако художник написал прекрасных атлетов. Таким образом он достигает большей универсализации, поднимая частную драму до общечеловеческой трагедии. Океан занимает не так много места на огромном полотне, но художнику удалось передать ощущение масштабности бушующей стихии. Лица персонажей обращены к кораблю, исчезающему на горизонте, тем самым пространство еще больше размыкается, и в действие вовлекаются зрители картины. Жирико сумел создать яркий образ, соединив в одной картине мертвых и живых надежду и отчаяние. Здесь нет центрального героя, свой замысел художник раскрывает через действия и эмоции каждого пассажира плота. Перед салоном 1819 года большие холсты были собраны в фойе итальянского театра. Здесь Жирико по-новому увидел свое произведение и тут же переделал нижнюю левую часть, которая показалась ему недостаточно убедительной как основание для пирамидальной композиции. Прямо в фойе театра он переписал ее, добавив две новые фигуры, соскальзывающие в море тело, для него позировал Делакруа и человека, стоящего за отцом с мертвым сыном. Переделаны были и две перекладины в центре плота, а сам плот был удлинен слева, таким образом создавалось впечатление, что люди сгрудились на той части плота, которая ближе к зрителю. Тем самым он несколько нейтрализовал динамику композиционной диагонали, но, введя светлое пятно, утвердил в восприятии картины визуальное значение всех фигур, а не только венчающие ее группы. Плот в итоговой версии картины максимально приближен к переднему краю холста, так что энергичная пластика фигур воздействует непосредственно и сильно. Подобные мощи и масштабы пластического выражения мы не встретим ни у одного художника XIX века. Не случайно Жирико называли французским Микеланджело. Колорит картины Пожалуй, именно в том, что он нашел столь законченное монументальное пластическое выражение сложного драматического содержания, в первую очередь проявился гений Жирико. Колорит всецело подчинен сюжету картины и концепции формы. Мощная живопись строится на суровых отношениях зеленовато-бурых и свинцовых оттенков воды и неба, светлеющего лишь на горизонте, и золотисто-коричневатых или мертвенных тонах обнаженных фигур. В эту мрачную и строгую гамму введены отдельные акценты приглушенного красного, вызывающие ассоциации с пятнами запекшейся крови. Условный темный колорит картины усиливает драматизм общего впечатления. Тонкий колорист, Жирико сделал ставку на темные монохромные оттенки, подчеркивающие трагическую атмосферу. Возможно, что первоначально цвета были более интенсивны, а позднее краски сильно потемнели. Художник дал фигуры персонажей в двойном освещении, чтобы избежать силуэтного изображения на фоне светлого неба, вылепить объемы человеческих тел, он залил плод диагональным потоком света от нижнего левого угла к верхнему правому, повторяя общее движение людей. Плод окружает бурное море, огромный вал готов обрушиться на людей, мрачное небо несет угрозу, и все же в неравном противостоянии стихии человек побеждает своей энергией и волей к борьбе. В этом уникальность картины Жирико. Она занимает особое место в искусстве романтизма, в котором чаще всего человек оказывается бессильным передроком, вспомним хотя бы поток того же Жирико. Это было героизмом, писал позже Мишле, называвший плод, медузы символом кораблекрушения Франции. Именно героизмом, потому что в бесславные годы реставрации Жирико не потерял веры в будущее, в силу человеческого духа. И вместе с тем он с необыкновенной исторической чуткостью выразил в своем монументальном полотне смятение поколения, потерявшего управление.